Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре историческое место. Это старый порт Анталии, который расположен в районе Калеичи. Старый порт Анталии – исторический центр курортного и портового города на юге Турции, расположенный в небольшой уютной бухте на берегу Средиземного моря. Красивый и аутентичный порт Анталии является сердцем исторического района Калеичи. В порту сохранились очаровательные домики с черепичной крышей и двумя фасадами, один из которых смотрит на улицу, а другой – в сад. Все здания здесь представлены в один-три этажа, что позволяет любоваться атмосферой старой Анталии. Продолжение следует... В самом порту действует бесплатный лифт, который был построен в 2014 году и позволяет спуститься вниз к бухте или обратно наверх к городским улицам. Сейчас мы с вами и спустимся на нем вниз, чтобы посмотреть, что там дальше у нас интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В начале лифта нас встречают с вами такие вот маленькие уютные магазинчики, в которых можно купить как сладости, так и мелкую бижутерию. Но мы с вами не останавливаемся и идем дальше, в начало порта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Именно с этого района города рекомендуют начинать знакомство с Анталией, так как Калеич является одним из сохранившихся исторических районов, в котором можно найти средневековые здания и интересные памятники. Анталия всегда была морским городом, который начинал расти вокруг порта и сохранился в первозданном виде. Когда-то давно порт принимал торговые суда, а сегодня является местным притяжением. Яркие краски и необычная атмосфера старого порта привлекают сюда жителей города и туристов со всего мира. Именно здесь паркуют свои яхты и суда состоятельные жителей Анталии, а круизные лайнеры, паромы и рыбацкие лодки регулярно прибывают и отходят отсюда. Это место кипит жизни в любое время суток. Вдоль пристани расположены кафе и рестораны, откуда открывается прекрасный вид. В 1988 году прошла масштабная реконструкция и торговый порт перенесли на 12 километров западней фоне Ялты, а старый порт превратился в набережное и обзавелся яхт-клубом. При этом сохранил колорит настоящей Турции. На сегодняшний день от порта отплывают сюда. Яхты везут отдыхающих к водопаду Тюден, мышиному острову или просто подальше от побережья. Искупаться в чистой воде, позагорать, поразвлекаться на паузу. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Длина марины небольшая, около 300 метров, а от одного маяка до другого 350 метров. Здесь очень красиво, можно сделать много отличных фотографий, яркие краски синего моря и голубого неба и белоснежных яхт привлекают туристов. Здесь пришвартованы сюда на любой вкус. Также здесь мы можем видеть подводную лодку Nemo. Она была создана в Финляндии и является 10-й субмариной серии Mark IV третьего поколения. Субмарина Nemo это туристическая подводная лодка с вместимостью 44 пассажира и два члена экипажа, оснащенная самыми передовыми технологиями в мире и самой строгой системой безопасности. Nemo имеет аккумулятор повышенной емкости с возможностью нахождения под водой до 10 часов, 72 часа непрерывного нахождения в водном пространстве, а также обладает высокой маневрой. Но что делать, если вы находитесь в старом городе и хотите освежиться в море? Ближайший пляж находится в районе Конья-Алты, но здесь вам на подмогу придет пляж Мермели. Вход тут платный, около 40 лет. В стоимость входит шезлонг, зонтик, место для переодевания и душ. Но местные жители, пожелавшиеся экономить, а также туристы, выбирают место по отбилю от пляжа, которое менее подготовлено, но все же при годном покупании. Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше путешествие по старому порту Анталии, расположенному в районе Калеище. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья!